Совсем скоро город на Волге будет праздновать свой день рождения. Чествование почетного гражданина в преддверии праздника уже стало доброй традицией. Как правило, кандидатуры на сыскание звания выдвигаются трудовыми коллективами и общественными организациями города. В этом году претендентов на звание почетного гражданина тоже много. В числе фаворитов писатель Анатолий Кибич, директор крупной строительной компании Александр Черкунов и директор Чебоксарского хлебозавода номер один Елена Бадаева. Голосовали горожане на портале «Открытый город». За Елену Бадаеву отдали свой голос более 60% горожан. Все депутаты, а также общественность поддержали кандидатуру Елены Игнатьевны. С таким значимым событием руководителя предприятия поздравил глава республики Олег Николаев. Уважаемая Елена Игнатьевна, вы сегодня получили признание со стороны горожан и заслуженно получили звание почетного гражданина города Чебоксара. Несомненно, ваш жизненный путь, трудовой путь говорит о том, что вы очень, скажем так, жизнелюбивый человек. Человек, который всецело отдается своему делу. А самое главное дело, которому вы посвятили свою жизнь, хлебу, а мы с вами знаем все, что хлеб всему голова, несомненно, это очень благородно изначально. Поздравил Елену Бадаеву и глава администрации города Чебоксара Денис Спирин. Сегодня, в преддверии Дня города, стало традицией чествовать выдающихся людей. Этот год нам преподнес такого прекрасного человека, работника, работающего всю свою жизнь на хлебных предприятиях, хлебопек, помогавшего городу в тяжелые времена. Но глаза также светятся, рабочее настроение. Я бывал на вашем предприятии. Коллектив вас очень любит, жители микрорайона вас очень любят. Хотелось бы пожелать вам долгих лет жизни, радости, чтобы мир вокруг вас приносил вам только приятные эмоции. В этот день прозвучало очень много искренних и теплых слов. Елена Игнатьевна бессменно руководит старейшим в Чувашии хлебозаводом. Коллеги и друзья называют ее идейным вдохновителем, энтузиастом, искрой. За это ее ценили и ценят. Дорогая и любимая Елена Игнатьевна, я действительно очень рада, что познакомилась в своей жизни с вами, когда мы с вами встречались на вашем предприятии, когда мы с вами зачинали этот сурский хлеб. Вы настолько вдохновили и были столько искренней, чуткой, что по возвращению я всегда говорила, Боже, если эта женщина смогла, то мы вообще просто обязаны сделать невозможное. Поэтому низкий вам поклон и спасибо за то, что вы состоялись, за то, что вы дали такую возможность рядом с вами людьми расти, людям расти. И за вашу красоту, за вашу неимоверную душу, я думаю, воздастся еще очень много наград и очень много будет, наверное, таких больших признательных поздравлений. Поэтому спасибо вам большое. Дай Бог вам терпения, любви и, самое главное, благополучия в вашей жизни. Чебоксарский хлебозавод номер один постоянно улучшает качество своей продукции. Расширяется и ассортимент. Успехи, конечно же, достигаются благодаря грамотному руководству. Елена Игнатьевна искренне любит свой город и вот уже много лет работает на благо любимой столицы. Мой город любимый. Я почти здесь родилась и стала человеком. У меня были очень близкие люди, которые мне помогли встать именно руководителями, человеком, которых уже их живых нету. Я их очень часто поминаю. Наверное, я до конца своей жизни должна помнить и уважать. Я за их могилами ухаживаю. Их давным-давно уже нет в жизни живых. В 1985 году возглавляет родное предприятие, у которого на тот момент непростые времена. Вместе с креслом директора от прошлого руководства Елена Игнатьевна получает недосдачу в полтора вагона муки и постоянный брак на производстве. Трудности не заставили отступить. Ее девиз – если уж взялась, буду работать. Сегодня завод – один из крупнейших налогоплательщиков республики с выработкой более 40 тонн продукции в сутки, который отвечает стандартам Роскачества. Так что главное богатство города – это его люди. И сейчас еще одно имя будет вписано в историю Волжской жемчужины. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.